Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 750. События дня. Иоанн 6,53 Евангелие. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Христос не сказал, что не простятся грехи, иметь жизнь, а что грехи прощаются, и там человек исправляется, этого нигде нет, это попы выдумали, наоборот, все наоборот, совершенно наоборот, на десятки лет отлучали от причастия, а не так, чтобы каждый день никак, это развратники, все испохабили, это за 1 января 2018 года. Евтушенко Сергей, как же печаль от проповеди в храмах попов о Новом Годе и доказательства о них, о них, что в этом ничего страшного нет, что можно собираться с семьями и праздновать языческие праздники потихонечку с семьей. Вчера я был причастником, сегодня жена так два дня об этом трындет. Сергей Игнатов Спаси Христос, каноны церкви повелевают христианам уважительное отношение к священническому саму и особенно к ревностным служителям и проповедникам Слова Божия. Несомненно, что по слову апостола Павла обличать увещевать нужно любого грешника без исключения и особенно лютых волков в овечьей шкуре. Не следует только обобщать негативные стороны в поведении той или иной части священников и прихожан храмов на всех их, чтобы не наносить повреждения благочестивым служителям Бога и не согрешить против истины. Аминь. И далее говорит «Мир вам! Наш священник, отец Николай, настоятель свято-тихоновского храма, тоже установил новогоднюю елку. О том, что ранее, 6 января, она устанавливаться не должна, я впервые услышал от феархи Мадрида Засеема, Царство ему Небесное. Но проповедей на эту тему я нигде не слышал и не считал, кроме как по милости Божией на скайпе на нашем форуме у Игнатия Тихоновича. Храни его Бог!» Сергей Игнатов «Спаси Христос!» «Так, священников любите, а я их и уважаю, и люблю в меру своего духовного развития. Они хорошие люди и стараются служить просто. Иногда не туда свои силы прикладывают из-за дружбы с миром». Татьяна Лапкина, это моя сестра «Мир вам, Игнатий! Я тут в одном ролике услышал, что вы дарите трехтомник, нового за это столкование блаженного фефилакта, даже тем, кто был в вашей общине, а потом уехали». Не знаю, откуда она-то слышала. «Это которые в общине у нас, у которых рождаются маленькие дети, и я им дарю, чтобы при совершеннолетии эти книги были раскрыты для них, потому что там 240 иллюстраций, картины. Вот у меня просьба, если вы подарите один трехтомник на троих поповых детей, то отдайте это Василию, то есть ее сын, он будет у вас на днях, а он перешлет им». «Куда перешлет им?» «Не знаю, разве они там не вместе?» «Буду очень благодарна, храни вас Бог». «Куда он перешлет им?» «Настя на засчитание с ней». «Валерия, говорит-то, души тут дякую, что забернули увагу, но так он не значит, ну во-во». «Я говорю, ну-ка, что он? Видишь, что написано?» «Запвините россиян, які идут в Украину, вбивайте братьев». «Напишите им листа, як писали ИГИЛу, може послухаюсь». У нас тоже украинцы были, и когда разговаривают, и мне все казалось, что на этом языке молодые не говорят, потому что у нас были они только пожилые. И вот и говорят так, то есть где-то их не доучили, они не знают, вот так, и все вместо «г», особенно это резало по ушам. Я попросил Никиту перевести, он перевел. «Большое спасибо, что обратили внимание на такую незначительную личность, как я. Был бы еще более благодарен, если бы использовали ваши миссионерские навыки для того, чтобы остановить русских, которые идут в Украину, убивать братьев. Напишите им письмо, как написали о ИГИЛ, в ИГИЛ, наверное. Может, послушают?» А дальше я сказал Никите, я говорю, давай-ка напиши ему по-русски. «Валерия, мы как раз те люди, которые верят в Иисуса Христа, верят, считают». И стараются исполнить на деле Святой Евангелия. Мы не берем с собой оружие в руки, чтобы кого не убить. Если у вас есть кто-то, может перевести эту статью с русского языка на украинский язык, то можете эту статью и поделиться с другими. Вот статья эта, она на нашем сайте находится, в книге «К истинному православию». «А я вам говорю, любите врагов ваших», страница 299. Вот я ему это все скинул. Вот здесь. Он говорит, мы никогда не поделяли россиян. Это пишет. «Мы единый народ», я говорю. «Да благословит вас Бог». И он мне сразу ответил. И он мне говорит, пришел, по-русски написал сегодня. Напиши, напишу по-русски, чтобы точно донести весь смысл. Даже вы, Игнатий Лапкин, не понимаете простой истины. Когда русский говорит, мы единый народ, в надежде утешить и погладить по головке недалекого и заблудшего младшего братца, он не понимает, что тем самым лишает этого братца своей идентичности. Вот это да. Значит, мы единый народ, это в этих словах что усмотрел-то? В надежде утешить, погладить по головке. То есть это вас так научили там. Как же так это? Мои слова так… Мы единый народ. Я говорю, мы никогда не считали, что это какой-то другой народ. Идентичность, это ну… Да нет идентичности-то. Кого вы запустили? Кто там снайперы стреляли? Где ваши люди учились-то? Бандера – идентичность, Мазепа – идентичность. Ну зачем эти слова говорить? Мы одни, один народ. Лишает этого братца своей идентичности. Ну вот сейчас получили свою идентичность. И захлебывайтесь кровью. А так, конечно, мы все братья на всей земле от одного Адама. Я долго следил за вашей бурной деятельностью. До момента, когда вы поехали в миссионерский труд по Европе во время начала войны на Донбассе. Сейчас мне неинтересно. Хай счастить. То есть, хай. Хай будет. Хай Гитлер, наверное, хотел, или еще сказать-то. Как вывернул мои слова-то, интересно. Вот. Во время начала войны… Не надо доводить до войны. Мне надо было смотреть дальше. Это я пишу Максиму, писал Степаненко. Где у меня тут книга. Прочитайте сами. Я… Пацана, это он ответ дает. Что у меня в одном ворде, в одном файле все стихотворения, и можно дать ему. И книги находятся в Томской библиотеке. Вот так. Он отвечает. У него сайт к истине. Интересно. Вот сайт к истине. Когда он у него стал называться? В какое время? Ну, я посмотрел. Ну, позже нашего намного даже. Но, главное, к истине. Он говорит, я у вас не брал. Так понял. Ну, у нас только по-латынски к истине вместе записано. Ну, одинаково. Радости вам в новом году. Примите самое доброе пожелание. Да благословит вас Господь с преизбытком. Божией милости и благословений. Радуйтесь всегда в Господе. Филиппистам 4.4. Он спрашивает. Какие отношения со Степаненко? Да он про вас там говорит такие слова. Понятно. Ну, вот эти-то слова. Возьмите, что он говорит-то. Неужели по этим словам не видно, что он расположен? А это он только ради любви говорит. А на самом деле нет. И говорит. Если вышите, отказываться не буду. Благодарю. Я пишу. Это возможно только по скайпу. Что-нибудь в скайпе на меня скиньте. А под каблучник как-то. И тогда я выйду на вас сразу же. А что я пересылаю Новикову характеристики. Разные на кого я писал. Такой ролик будет. Характеристики называться. И тут же я завещание, которое у меня было с собой, когда мы ездили по Европам. Сделал я завещание. Заверенное нотариусом. Переведенное, кажется, на английский, французский, немецкий язык. Это деньги платил Виктор Андреевич Яковлев. Это мой отдельный прощальный ролик. Характеристики. В конце завещания могу прислать и фото документа. Он говорит. Да, сохраню. Я пишу. Кому не скажу, что есть такие документы, ну, завещания, чтобы не кремировали, ни от моего тела ничего не брали, привезли, где похоронить, все сказано. Даже и не знали, когда мы ехали по Европам. То мне сделали так вот, что и на разных языках это было заверено. Чтобы мое тело могли привезти домой. Я сказал, куда там, коробки, за коробки задвиньте, заверните там простое солдатское одеяло. Потому и считаю, что людям это все, и фото документы можно показать, ознакомить. И в конце четыре стихотворения, исполнение их тоже касается отхода с земли и гимн любви, аллилуйя. Вот где это? Что это? Ну, это документы. Надо просто увидеть, где-то вот здесь они у меня есть. Сейчас я, может быть, даже увижу. Так, так. Земля, обращение. Сейчас я посмотрю еще где-то. Семи. Что-то я не нашел. Вот так. Хотел показать, где, как это выглядит. Но почему-то здесь и нету. О, вот хоронить. Нашел. Вот смотрите. Первая страница. Вторая. На какой бумаге. Деньги стоят. Вот оно. «Воле извеления о достойном отношении к телу и памяти». Вот. Вот смотрите, где. И вот вторая сторона его, как выглядит. Видите, с печатью, росписи, все здесь. И потом дальше листы начинаются точно так же. Все. Я их все перефотографировал, отсканировал и послал. Вот теперь, сейчас посмотрю где-то здесь. Так. Похороны. Как меня похоронить и где? Там бумага, на ней по-русски надо крупно написать. Он вчера мне, Никита, сделал это. Это Володя. В любые компетентные органы, от Лапкина Игнатия Тихоновича, гражданина Российской Федерации, паспорт, номер, откуда, какого февраля, где зарегистрирован, воля и изъявления о достойном отношении к телу и памяти. Я, Лапкин Игнатий Тихонович, находясь в здравом уме и твердой памяти, изъявляя свободную и никем не стесненную волю о достойном отношении к моему телу после смерти и о своем погребении, заключающейся в следующем. 1. По религиозным мотивам тело моё не может быть подвергнуто патологоанатомическому вскрытию и не может быть кремировано. Мне известно, что при наличии основания перечисленных в пункте таком-то статьи 67 Федерального закона 21 ноября 2011 года под номером 323 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, «Несмотря на моё волеизъявление о нежелании проведения патологоанатомического вскрытия, данное вскрытие должно быть произведено. Однако я настойчиво прошу не производить патологоанатомического вскрытия моего тела. Даже при наличии перечисленных вышеуказано правовой норме условий обстоятельств, ибо как истинный христианин истинный. Я заранее прощаю всех, и да не вменит им Господь в осуждение». То есть есть подозрение, что меня убили или там что-то сделали, и скрытие тела необходимо. Ну, я прощаю всем, и поэтому никакой нужды нет этого. Второе. После моей смерти не разрешаю изымать из меня, из моего тела любые органы и ткани в целях трансплантации, пересадки или иных нужд здравоохранения. Третье. Желаю быть погребенным по православному религиозному обряду. Четвертое. Вместо моего погребения избираю родственную могилу моей матери, гражданки Лапкиной Марии Егоровны, на кладбище поселка Потеряевка, Мамовского района Алтайского края. Пятое. Прошу похоронить меня рядом с матерью при наличии для этого необходимых возможностей. Пятое. Формой погребения выбираю захоронение в гробу, в земле, в родственной могиле моей матери, гражданки Лапкиной Марии Егоровны. На моей могиле, шестое, в качестве надгробия с эпитафией прошу установить простой деревянный крест, на котором всегда, всегда, вот это слово всегда, это надо просто еще и еще раз проверить, так ли это или нет. Всегда, смотри, как выделяю, должно быть заламинировано Евангелие для всех желающих обрести спасительный путь, указанный с Голгофского креста Иисусом Христом. Седьмой исполнитель или исполнитель моей воли, изложенный в настоящем документе, назначая при условии их согласия. В случае моей смерти на территории Российской Федерации Бару Дорану Викторовича, вот его паспорт, данные, где живет улица Лазурная, дом 22. В случае моей смерти за пределами территории Российской Федерации, мы же ездили за границей, Крущину Николая Павловича, все его здесь данные, когда окончание срока действия паспорта, жительства, или Савченко Виктора Николаевича, гражданина Российской Федерации, вот все данные его, откуда есть, вот прописан поселок Потеряевка, улица Мария Лапкиной, дом 14, это скворечник. Восьмое. При составлении настоящего ворезвления я руководствуюсь статьями закона Алтайского края 9 сентября 1942 года. О погребении и похоронном деле в Алтайском крае с изменениями и дополнениями рекомендациями о порядке похорон и содержания кладбища Российской Федерации МДК. Город Барнаул, Алтайский край. Подпись Лапкина Игнатий Тихонович. Город Барнаул. 4 апреля 2013 года. Я, Глуховщенко Людмила Иосифовна, нотариус Барнаульского нотариального округа, благосвидетельствую подлинность подписи гражданина Лапкина Тихоновича, которая сделана в моем присутствии, личность подписанного документа установлена, зарегистрирована в реестре номер ИП 363, взыскана по тарифу 1000 рублей, ноль копеек, в том числе и тех услуги 900 рублей, Глуховщенко, нотариус. Вот. Ну, у кого есть такие завещания? Чтобы на четырех языках было. То есть я заботился об этом. Даже здесь и то, ну, не на каждом шагу такое встретишь. Перевозчики работали. Михаил Кальмаев. В других странах за распространение Евангелия и Ильжил садят, штрафуют и казнят. А у нас дружба патриарха и Владимира Владимировича Путина дает большую льготу православным. Не садят и не штрафуют. Но если патриарх-епископ скажет, что книги этого человека православного вредны для чтения, распространение их следует остановить, щеновники берут под козырек и исполняют. Так во многих библиотеках России поступали с книгами Игнатия Тихоновича Лапкина. Их не ставят в каталог, а порой просто избавляются от них, передав их в епархию. Книги Лапкина наводили ужас на православное священство. А теперь, когда их удалось спрятать от читателя, эти люди решили, что они победили, решили, что угроза миновала, и теперь они как-то даже успокоились. Успокоились еще и потому, что поняли, паства их любит считать, что попроще паства их, а не то, что бьет по совести. Зачем мучить паству? Пусть спит спокойно. Пастве по душе, когда с легкостью прощаются любые грехи, лишь бы успеть быстро их сдать. А за священником не заржавеет, простит и отпоет любого в Царство Небесное пообещает, и задом вымолит, и так далее. Ну, немного Корана. Кавычки. Не веруют и богохульствуют такие, кто говорит, Бог есть Мессия, сын Марьям. Но говорил Мессия, сын Истраиля, Аллаху поклоняйтесь, и моему, и вашему владыке. И всякому, кто просит со товарища ему, он запретит свой рай и ад, и ему убежищем предстанет. И найдут неверные помощника в себе. Не веруют и богохульствуют такие, кто говорит, Аллах есть третий из троих, тогда как нет иного божества, кроме Аллаха одного. И коль они не прекратят худые речи, постигнет тех из них мучительная кара, кто не уверовал в него. Новиков Сергей. Минувшие исторические эпохи. Вы с кем схожи в жизни? Как проповедник, как миссионер. Я отвечаю. Мой любимый пророк Иеремия и Михея, сын Иемлая. Мне близок весьма святой Иоанн Златоуст и Иероним Стридонский, переводчик на латинский язык Святой Библии для западной счастья церкви. Новиков Сергей. Завершающий четвертый том Дещенко. Потом пойду, завтра-послезавтра, загружать подготовленные ролики из места со скоростным интернетом. В оформление роликов о Библии именно он попал. Я посмотрел картину, подписи нету, снял книгу и нашел. Надпись на гравюре этой. Михей, первая глава, с первого по 16 стих. То есть вся глава. Описание трагедии. Третья царств двадцатая глава описывает неизгибаемость пророка. На этом мною была написана проповедь в стихах. И Виктор Савченко исполняет. Можете прослушать. «Что скажет Бог, кто изреку и я?» Заученная фраза у Михея. «К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею». Его заклинило на этих вот словах. «Что грамота, дипломы, институты? Не умолчу. Вы можете плевать. Кто поступал иначе, были плуты». Припев. Михея просят все архиереи. «Умолк! Не изреки добро о президентах». Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает и ротщика агентов. «Жив мой Господь! Что скажет мне мой Бог? То изреку и я не словечко против. Замучились с Михеем. Сбились с ног, а он за старое. Пророк совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело уполномоченным по Сталину от власти. А он один. Так. Твердил свое так смело. За стол не лезть отведать горькое с власти. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он жив все то же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен. И страх имеет, как изрек Сирах. Напротив одного живущего в презрении, с кадилами, сенот и патриарх. А он для них в горшке разводит бренья. От ревности мирской всыпает прах. Он поит их, у них вспухает лона. Вы видите, пузатый легион. Панаги лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие, продажные, слепые, не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов! Не хватит пыли! Кому доверились мы, Господи, прости! И вот здесь можно было бы показать. Кто-нибудь поднимите у меня аппарат. Володя, на минуту буквально. Я его включу здесь. Потому что у меня все закрыто. Охота, чтобы проиграл Витя, пропел. Вот я сейчас все убираю. И вот так вот. Контр нажимаю. И вот сюда на эту ткнул. И оно должно открыться. Ну вот, наверное, все. Сейчас откроется. Что скажет Бог, то из реку и я. Что скажет И нанесет он в уши хинею. Его заклинило на этих вот словах. Что грамота, диплом и институты. Не умолчу. Вы можете плевать. Кто поступал иначе? Гули плуты. Ихея просят все архиереи. Умолкни из реки Добро о президентах. Он снова на его эфире греет. Разоблачает Иераченко агентов. Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог. Я из реку и не словечко против. Замучились смехи, взбились с ног. А он за старое пророк совсем не круто. Патриархийное священство в рот глядело. Путал набоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело. За стол не лез, ответать горькой зласти. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки Добро о президентах. Он снова на его эфире греет. Разоблачает Иераченко агентов. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он же все тот же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен. И страх имеет, как и зрел серах. Напротив одного живущего в презрении. С кадилами сеноты патриарх. Он для них в горшке разводит бренье. От ревности мирской сцепает прах. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки Добро о президентах. Он снова на его эфире реет. Разоблачает Иераченко агентов. Он по этой хуни вспухает луна. Выведет пузатый льон. Под ноги лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие продажные слепые не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов не хватит пыли. Кому доверились мы, Господи, прости. О, сколько жеребцов не хватит пыли. Кому доверились мы, Господи, прости. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки Добро о президентах. Он снова на его эфире реет. Разоблачает Иераченко агентов. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки Добро о президентах. Он снова на его эфире реет. Разоблачает Иераченко агентов. Что скажет Бог, кто из реки Добро о президентах. Показать наши ресурсы. Вот мой мир. Ленточный мой мир. Интересно, название какое. Одноклассники. Дальше нет. Такое суженное. Одноклассник. Как его найдешь через 70 лет? Или ВКонтакте. ВКонтакт пошел. Еще не понятно. А это мой мир. Вот это мой мир. Само название говорит. Лучше этой системы в интернете вообще нет. Я докажу в течение 5 минут. Открыто все. Какой простор. Я во все эти заходил. У меня есть ВКонтакты везде. Но настолько это неудобно пользоваться. Там еще Твиттеры, Фейсбуки, Гугл. Это у нас что? Это наш православный видеоканал. Вот у нас подписчиков 10 тысяч 265. Просмотров 10 миллионов 111 тысяч 564. Поскольку в день приходит просмотров, ну примерно по 20 тысяч. Иногда там такое вот. Ну и во свете Библии это наш большой-большой сайт. Православный библейский сайт. Ну на этом сегодня считаю все. Во славу Божию. Продолжение следует. Продолжение следует...